Вы сказали, в первой части группа должна быть равна, однородна, каждый должен отменять себя, ничего не определять. К моему сожалению, я вижу, что в нашей группе есть много что исправлять в этом, у меня просто болит сердце. Правильно. Можете немножко подробнее, в чем неисправленность и каков путь этого исправления? Нет, это вы должны выяснить. Нет. Мне нечего сказать, но вы должны быть готовыми к этому. Есть понятие единства в группе, когда только в единстве мы можем добиться успеха в нашем пути во всем. И если этого единства нет, наша сила мизерна, она просто земная сила. И если тебе кажется, что ты добился успеха, ты ни в чем не добьешься успеха. Тебе будут вещи казаться великими в материальном их виде, но в духовном это ничего не будет стоить. Именно так. И группа должна настаивать на единственном объединении на равенстве, как на обязательном условии. А по отношению к внешним мы ведем себя, как и все, пользуясь судами, адвокатами, рекламой, силами всевозможными, неважно какими. Это по отношению ко внешнему. Мир, то что называется, ведет себя по-прежнему, но по отношению к внутренней сути мы являемся только кругами, где никто не мешает один другому. Внутри мы круги, а извне линия. Я не хочу сказать прямота, Йошер, потому что прямота, ты можешь быть прямым или нет, но извне ты должен быть как линия, в виде линии, как и все. Меня собираются обмануть, я обманываю, хотят у меня своровать, я ворую. Я говорю, это не то, чтобы я так делал, но я не хочу быть здесь наивным, понимаешь? Не то, чтобы я собирался своровать и убивать то, что происходит извне, но я и не наивен, как хотели бы меня видеть. То есть ты, это не пристало тебе? Если тебе пристало, почему мне не пристало? Он хочет, чтобы я был в порядке, чтобы он мог сесть мне на голову, и тогда я буду называться праведником, когда его задница будет на моей голове, понимаешь? Понимаешь, Ножелин, и в этом отношении я не наивен и не собираюсь этого терпеть. Ну, мы говорим о материальных понятиях, нас не интересуются эти внешние вещи внешнего мира, но внутри мы должны сохранять эти круги очень-очень тщательно. Равенство за это? Да. Поручительство обязывает к равенству. Поручительство обязывает к равенству относительному, удельному, как бы это сказать, удельному. Когда каждый в соответствии со своей возможностью, со своим отношением, в соответствии с возможностью его самоотвенны, еще и еще. Но равенство это когда каждый жертвует на это, насколько он способен, но работает над этим, по крайней мере.